Глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины Александр Хук дал, что называется, прощальное интервью. Он проработал на своем посту целых четыре года, ну то есть считай с самого начала конфликта на востоке Украины. За это время чего только не видел Александр Хук. Много чего он не видел. Боевые действия он видел, взрывы видел, гибель местных жителей видел. Кроме одного, по мнению некоторых, самого главного, а именно участие российских войск в этом конфликте. Не видел Хук ничего подобного. Не видел и все. С точки зрения разнообразного европейского начальства Хука, это, разумеется, досадный дефект зрения. На что он там вообще четыре долгие года смотрел. Тем более досадно, что зарплату-то Хук за четыре года получил, получил, расписался и только потом выяснилось. Конечно, ущерб постарались минимизировать. Европейские или американские телекомпании этих слов Хуга в эфир не дали. Просто вырезали их, не сговариваясь. Но все равно, как говорят в нашей армии, в наши отечественные, а не в той, в которой Хук служил, это залет. Да еще какой. Уверен, выводы будут сделаны. И преемнику Хуга перед подписанием контракта, возможно, сразу настоятельно порекомендует дать интервью, где он расскажет заранее, что он должен увидеть и увидит, а уже потом будет деньги получать. Ну а с Хугом сделанного не воротишь. Вот, сами послушайте. А дальше? Дальше началось самое интересное. Вот еще раз. Именно в таком виде 25 октября интервью Хуга было опубликовано на сайте издания Foreign Policy. Если вопрос в том, что мы видели на месте, то прямых свидетельств мы не видели. А вот так эта же фраза выглядела уже на следующий день. Если вопрос в том, что мы видели на месте, мы видели конвои, въезжавшие и выезжавшие с Украины по грязным дорогам посреди ночи. Правда? Интересные метаморфозы. Ну и для верности, чтобы уж ни у кого сомнений не оставалось, Александр Хук сегодня вечером совершил, как говорят особо продвинутые товарищи, coming out. И заявил буквально следующее. Опубликованный текст ввел в заблуждение и не отображает мою точку зрения. Уже была обнародована исправленная версия.